Привет, друзья! Меня зовут Кузнецов Сергей, это канал Тату35Трус, канал о художественной татуировке и не только. И сегодня поговорим о тату наборах для начинающих. Стоит ли их покупать вообще? Что это такое? Очень много вопросов поступает по поводу, стоит ли их вообще брать. Да еще и я тут в своих видео говорил много приятного про тату машинки из Китая. И поэтому я так понимаю, что некоторые люди не могут разобраться, что к чему. Вот сейчас попробуем более-менее как-то подойти к этому вопросу. Итак, тату набор. Ну и что же закопано в нем? Ну, скажем так, чем заманивают тату наборы? Тем, что цена, конечно же, низкая. И то, что мне, например, подписчики иногда пишут, вот, а как это, вот, бывает набор там 5000, бывает 7000, а бывает 15, типа того, что дорого. Ну, поймите, 15000 для татуировки, для старта, а тату наборы, они, как правило, позиционируются как для старта, так скажем, вашего дела, вашего творчества, вашего, так сказать, увлечения, может быть и работы. Ну, поймите, 15000 для татуировки это пшик, это практически ничего. Вот, например, я работаю один в маленьком городе, ну, вот я трачу каждые полгода, ну, там, не считая машинок, вот, только на расходнике, где-то, ну, 20, 25, 30, я даже четко не подсчитываю это, но суммы, вот, представьте, примерно, какие это, работаю один, при том, что, ну, в день бывает несколько клиентов, ну, вот, не каждый день, не каждый день, вот. Можно себе примерно представить сумму, то есть 15000 для тату набора это вообще самый, самый минимум. Вот, так вот, насчет тату наборов, чисто мое мнение, моя позиция, сразу же ее, запомните, пожалуйста, друзья, смотрите, тату набор, в принципе, купить можно, но только в одном случае, если вы хоть что-то понимаете, что в нем лежит, хотя бы имеете малейшее представление о том, что вам положили в этот набор, иначе, просто покупка его бессмысленно, а в тату набор могут вам навалить того, что вам вообще не нужно, а в худшем случае, некоторые вещи, которые присутствуют в том, в том наборе, вообще могут сбить с курса, с пути, так скажем. Ну, например, что? Это, например, единички, иголки, их могут вам накидать, но имейте ввиду, на самом деле, мастера редко кто использует единичку в работе, есть, конечно, определенные стили, есть техники, в которых мастера работают, работают единичками, но их меньше, чем тех, которые не работают единичкой. Единичка вот в татуаже используются, но это отдельная тема, сейчас мы говорим про тату первым делом, поэтому, вот смотрите, вы должны понимать, что у вас лежит и нужно ли вам это. Изначально, конечно, я бы определился, будете ли вы работать на резиновой коже для начала, или вы будете пытаться кромцать людей. В таком случае подход к тату-набору должен быть абсолютно разный. Если коврик резиновый будет, скажем так, объектом вашего творчества, жертвой вашей первой будет, то, конечно, ковриков должно быть, ну, хотя бы несколько. В таком случае, если вы работаете на коврике, то, конечно же, вам стерилизовать, в принципе, ничего не нужно, и я думаю, что даже иголочку можно использовать несколько раз. Вы же не заразите ничем коврик резиновый, правильно? Пока она не затупится, можно, я думаю, работать, промывать ее. Опять-таки, чем промывать? Одно дело, вы будете под струей воды иголки промывать, да, другое дело в ультразвуковой ванной. Ну, конечно, в ультразвуковой ванной в наборчик-то никто не положит. Значит, опять-таки, если мы работаем только на резиновой коже, можно допустить, что будет в наборе присутствовать держатели стальные или алюминиевые. Скорее всего, алюминиевые все-таки наборы для начинающих, самое дешевое идет, алюминиевые держатели. Конечно, так в реальности, в работе чаще всего используются именно стальные держатели. Алюминиевые придет в негодность, но какое-то время послужат. Они, как правило, покрашены, краска эта облезет очень быстро. Да, если, опять-таки, никак не стерилизовать, если не обрабатывать ничем, но если мы работаем на коврике, то, может быть, этот держатель какое-то время вам действительно в работе пригодится. Итак, что в наборе еще? Вот, например, трансферная бумага, бумага для перевода рисунков на тело. Ну, я не знаю, если работаем на коврике, вообще, нужна ли она? Опять-таки, бумага бывает разная по качеству. Бывает, скажем так, совсем китайская, бывает китайская неплохая, бывает американская. На ней не сэкономить. Лучше, чтобы в наборе лежала самая лучшая копировальная бумага. Но, я говорю, на коврике, я даже не представляю, можно ли ее использовать. Я никогда не пытался... Я вообще на коврике, в принципе, практически ничего никогда не пытался делать. Вот, и поэтому пользоваться копиркой по резиновому коврику, ну, возможно, получится, конечно. Но, как-то так не совсем, мне кажется, целесообразно. Вот, ну, это под вопросом. Ладно, это не самая дорогая составляющая тату-набора. В тату-наборе обязательно будет тату-машинка, обязательно будет блок питания, какая-то педаль, какой-то калибкор. Тут тоже важный момент. Тату-машинка, иногда вот как-то начинающие ребята все вот сразу про машинки разговорят, вопрос им, нормальная ли машинка в наборе. А я тут, конечно, вот в своих видео наговорил много хорошего про китайские машинки. Но, кроме машинок, еще есть блок питания, еще есть педаль. Это неотъемлемая часть работы. Вот, и машинка даже, может быть, не всегда она определяющую роль играет важнейшую, конечно, очень важную роль. Но блок питания, это тоже очень важная вещь. Вот, например, в тату-наборе дешевом, ну, наверное, одно из лучших, что может лежать, это вот такой вот, скажем так, китайский Хурикэн блок питания. Это подделка под Критикал. Для него нужны перепайки определенные. Для роторных машинок, в принципе, и так пойдет. Но, если есть планы попробовать индукцию, то нужно определенные конструктивные изменения сюда вносить, потому что индукционные машинки глохнут на нем. Это несложно сделать, в принципе, если кому-то будет интересно, отдельный ролик я могу сделать по тому, как переделать вот этот вот блок питания. Но в тату-наборах редко когда лежит такой блок питания. Чаще всего еще более простые модели, самые дешевые, 1-амперные. И вот имейте в виду, что если захотите более-менее какие-то мощные тачки, особенно там индукцию, там взять, когда-нибудь, то этот блок питания, ну, просто он будет там где-то лежать. Может быть, там для роторных машинок, на запасе там где-то. Но мощную индукцию он не потянет. Педальки. Педальки бывают разные. Самая простая вот такая вот. В принципе, на коврике попробовать можно, она потянет. Но это очень ненадежная педаль. Проще сделать даже педальку самому. Если вы более-менее что-то умеете делать в электрике, в электронике, немножечко хотя бы какие-то навыки есть. Лучше даже самому сделать там. Потому что вот такая конкретная педаль, она очень ненадежная. Прямо не буду уточнять сейчас почему. Ну, в общем, так попробовать, побаловаться. Да, но не более того. Клип-корды. Жесткость клип-корда очень важна. То есть, если в наборе лежит мягкий какой-то очень клип-корд, плюс плохие провода у него. Провода очень быстро переломятся, пайки отвалятся. И контакта надежного не будет, если он будет не жесткий. По машинкам. Смотрите, вот все-таки важнейший вопрос машинки. Да, я хвалю китайские машинки, где-то ругаю их. Но, мое мнение, что ими работать можно. Но, смотрите, на первоначальном этапе, в чем минус китайской машинки или какой-то дешевой, может быть, совсем модели ненадежной? В том, что вы, во-первых, не поймете, вы что-то делаете не так. Или эта машинка работает не так. То есть, вас может машинка просто ввести в заблуждение. То есть, может быть, у вас более-менее что-то правильно там делается. Но машинка не дает нужного результата. И вы просто на первоначальном этапе не поймете этого. Поэтому изначально лучше, мне кажется, взять как раз не самую дешевую китайскую машинку, а какую-то билдерскую, отечественную, более надежную машинку. Но вы будете уверены в том, что она, по крайней мере, работает. И, кстати, потом вы ее, если что, можете продать. Китайскую практически уже точно не продадите никому. Вот. И еще тоже важнейший момент. Да, все, там плюсы есть у китайских, все. Но вы имейте в виду, сразу заказывайте с машинкой несколько моторов. И готовьтесь к тому, что вы будете ее чинить. Если вы этого не можете делать, если вам это сложно, все, вообще не берите китайскую машинку. Потому что она может сломаться вот сразу же. Она может год проработать, может два. Особенно там на каких-то небольших работах, на низких там оборотах, она может проработать. Но может сломаться сразу же. Может работать плохо сразу же. Если вы это не поймете, вы не поймете, что к чему. Ну, все, как бы это поход в тупик. Поэтому тату-машинки ненадежнее только при условии того, что вы сами что-то в этом понимаете. Можете это подкрутить, что-то подделать. Иглы, лейки в тату-наборе. Ну, вот я уже сказал про единички, что они, в принципе, иногда комплектуются ими. Тату-набор, однако, даже, наверное, иногда и нет смысла пробовать сразу же ими работать. Так вот, я думаю, что для начала неплохо бы, чтобы в наборе были, ну, там где-то по 10 примерно игл. Но разного наименования, разной конфигурации. По конфигурациям, по аббревиатурам, по цифрам, как разбираться в иглах. У меня есть отдельный ролик на канале. Сделаю ссылку на него в описании этого видео. Также, я думаю, подсказка сейчас появится, где будет ссылка по номерам. Тату-игл. Так вот, несколько должно быть каких-то наборов игл. Я думаю, штук по 10, чтобы что-то понять. Но хотя, опять-таки, по 10 штук, это если вы на человеке работаете, и вам необходимо новую иголку доставать. Если же работаете на коврике, то, в принципе, несколько иголочек, да, там, пока они не затупились, можно мучить. То есть, к иголкам должны быть ленькие носики, то есть, совпадающие по номерам. То есть, это обязательно должно быть чашечки под краску. Ну, вот, если вы работаете на коврике, то, может быть, чашечек не надо столь много. Можно их как-то промыть, там, еще что-то делать. Но в работе это не будет происходить потом. Поэтому лучше приучаться сразу, я думаю, сразу же одноразовые чашечки. Просто на теле человека, конечно же, чашечки должны быть строго одноразовые. Но в наборе может быть лишнее, если сразу лежат перчатки. Потому что перчатки вы можете в любой аптеке купить. Вам все равно придется это делать. Поэтому перчатки, наверное, не принципиально. Но какие-то, если вы работаете на человеке, все-таки, то защита какая-то должна быть на клипкорд. То есть, барьерная защита на машинку, на клипкорд. Если работаете на коврике, то это вам, в принципе, пока что не нужно. Но вот на этом можно пока не тратиться. Две ли машинки использовать? Или одну машинку? Да, можно одну. В принципе, для начала можно одну машинку. Я бы взял покрасочную. Я бы вообще взял индукцию покрасочную, наверное, для начала. Ну и все-таки билдерскую какую-то, может быть, БУ машинку отечественную. Если роторную, ну тоже лучше, конечно, наверное, билдерскую взять для начала. Ну и заморочились на китайские, то, ну я не знаю. Две машинки хотя бы нужно для того, чтобы вы, если работаете на ком-то, да, не на чем-то, не на ковре, а на ком-то, если у вас сломалась машинка, хотя бы запасная, чтобы была, чтобы что-то доделать. Потому что если при клиенте вы будете бегать, там, захватаясь за голову, ой, что у меня с машинкой, и машинка все перестала жить. Ну вот, человек там сидит, и так страшно, да, видимо, понимает, что он там пришел к новичку, а тут у него еще и проблема с оборудованием. Вот, то есть, как минимум, на запас нужна даже машинка. Вот, поэтому на коврике можно и одну, ну и на теле можно попробовать и одной, но если что-то сломалось, то, конечно же, даже в таких проблемах. А так вообще для чего две машинки? Как правило, все-таки одна покрасочная, одна контурная. Хотя, в принципе, покрасочный можно и пробивать контур. Ну и не во всех работах нужен контур. То есть, контур-контур, а контур-контур у разницы. Одно дело, когда там в каких-то стилях типа олдскула, там, введем контур, там, четко все должно быть жирно, ровно, да, там, другое дело, там, где-нибудь в реализме, как такового контура может вообще не быть. Иглы в тату-наборе для начала все-таки должны быть разные. Чтобы попробовать и такими, и такими, нет, наверное, смысла сразу же, например, если в наборе, допустим, положат пачку, там, 50 штук, ну, такое, я думаю, что, кстати, в наборах и не бывает. Но если много навалено одинаковых игол, одних и тех же, вот, например, мы же берем, допустим, по 50 штук пачки обычно, то для начала, наверное, 50 штук одного типа, конечно же, многовато. Но впоследствии придется все равно покупать большими пачками. Типсы и иглы, они вот в таких вот пачечках с датами идут, с датой использования. Вот какие-то россыпи, но должны совпадать, то есть россыпь типсов и россыпь игл должны совпадать по номерам, чтобы все подходило куда нужно. Тату-краски, 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 тату-краски мрозень, да? Тоже, конечно, для начала, наверное, нет смысла большой какой-то батл брать, краски в набор, но это мало кто делает, но тоже надо это понимать. Черный, конечно же, больше уйдет, поэтому черный есть смысл, чтобы в наборе было сразу же побольше. Черный, там, белый, если вы вообще цветные не собираетесь делать для начала, то, возможно, какие-то оттенки черного, чтобы были оттенки серого, оттенки черного. Если решили со всей палитрой поэкспериментировать, можно взять и, скажем так, все основные цвета. Но основные цвета все-таки в целом не больше 10 флаконов для начала. Да, и вот, конечно, важно, если вы на коврике делаете, это одно, опять-таки, на человеке другое, то есть, если краски, там, на коврик, может быть, подойдут и самые, там, дремучие какие-нибудь, самые неизвестные какие-нибудь, там, да, китайка, ну, самый такой китайский, то, конечно же, для человека, если вы делаете на человеке только, я считаю, оригинальные краски, вот, тату-машинки, да, я сам лично использую и китайские, но краски нет категорически, только американские, и только у проверенных производителей. Кстати, да, вот, когда продают наборы, иногда эти наборы продают не очень, так скажем, проверенные, либо с не очень чистой репутацией салоны, магазины, интернет-площадки и прочее. Поэтому, вот, в принципе, из набора краску, ну, я бы выкинул сразу, да, если вы готовый набор где-то взяли, красочку, все-таки лучше прикупить отдельно. Да, это дополнительные деньги, но, например, если вы работаете на человеке, то, по крайней мере, вред, чтобы мы не нанесли моральный вред моральным вредом, ну, а, так скажем, физический вред, это уже статья, ребят. Если планируете работать на человеке, то вы должны задумываться, не стерилизуемые, не одноразовые части машинки, ну, вот, держатели, как вы будете их обрабатывать, как будете стерилизовать. Не будем заострять на этом внимание, но это очень важный вопрос, это тема другого видео, но, смотрите, если стерилизовать вам нечем, то все. Нужно покупать вот эти держатели пластиковые, они бывают прямо с лейками, вместе соединены, то есть, пластиковая леечка и пластиковый держатель. Он одноразовый, и все, тогда вам стерилизатор, в принципе, вообще не нужен, у вас все одноразовое получается. Итак, брать тату-набор, не понимая, что в нем, и просто надеяться на продавца, что тебе положили все, что тебе нужно, и что там все будет у тебя хорошо, не понимая ничего в этом, ну, я думаю, что не стоит, это зачастую, это переплата за ненужные вещи, и там недоплата за нужные, то есть, вы не купите то, что вам действительно пригодится, купите какое-нибудь барахло. Да, сам ящик, в принципе, не самая дешевая вещь из этого набора, и не самая нужная. То есть, нужен вам железный кейс такой, под ваши тату-вещи, ну, нужно так покупайте, не нужно так не покупайте. Вот, ну, я хоть как-то старался сейчас пролить свет на этот вопрос, я понимаю, что он может быть немножко сумбурно, если будут какие-то вопросы, если что-то непонятно, я жду комментариев, возможно, пересниму этот ролик, возможно, что чем-то дополним. Конечно же, обо всем, обо всем, я уверен, что я не сказал. Поправьте меня, жду ваших замечаний, вопросов, пожеланий. Меня зовут Кузнецов Сергей, канал Тату-35 Трус, канал о художественной татуировке, и не только. Я верю, что все будет хорошо, по крайней мере, когда-нибудь.